Люберцы с рабочим визитом посетил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Московской областной думы Игорь Бренсалов. Подробности визита у моих коллег. Предприятие по производству профессионального кухонного оборудования работает в Люберцах 30 лет. Холодильные шкафы, пароконвектоматы, хлебопечки, электрические яйцеварки. Всего от Эсси производит более 500 видов кухонного оборудования. Основные заказчики – школы, детские сады, больницы, комбинаты питания, столовые, кафе и рестораны. Несмотря на санкции, предприятие расширяет свой ассортимент. Мы освоили последние полгода сразу четыре модели для мобильных кухонь. Это кухня с переменным объемом, кухня для передовой базы, так называемой, передвижная автомобильная кухня и мобильная хлебопекарня. Это большие установки, которые применяются для питания военнослужащих. Производственные мощности компании ежемесячно позволяют производить более 10 тысяч изделий. Вследствие высокого спроса в следующем году объемы планируют увеличить. Также в планах компании освоить производство лифтов для заведений общественного питания. Возможность поставлять свою продукцию здесь по территории Московской области и в другие города нашей страны совершенно точно имеется. И сейчас рынок, который освободился в конкуренции с западными производителями, конечно, дает новые возможности. Ресурс нашего региона огромный. И учитывать наших производителей региональных тоже очень важно. Игорь Бронсалов проверил и ход капитального ремонта школы номер 6. Это одно из 66 образовательных учреждений Подмосковья, вошедших в президентскую программу по капремонту в 2022 году. Здание построено в 1938. Работы по реконструкции начались в феврале. Из всех школ, где мы присутствовали, да, здесь самая высокая степень готовности под 60%. Должны сдать 20 августа, уже здесь наводить порядок. Самое главное, что все учтено и согласовано в том числе и с родителями, с учениками старших классов. Обстановка, интерьер, покраска, приобретение необходимого оборудования. Надеемся, что еще успеют облагородить прилегающую территорию, что тоже очень важно к 1 сентября, к празднику, чтобы это настроение тоже у ребят и родителей присутствовало. Ремонт идет по графику. Темпы высокие, работают в две смены. В настоящее время выполняются малярные и штукатурные работы, монтаж системы отопления, электрики, кровли и устанавливают окна. И здесь в выходные дни, особенно когда жарко, солнечная погода, здесь пройти невозможно. За последние пять лет Наташинский парк преобразился. Установили новые детскую и спортивную площадки с тренажерами, реконструировали центральную площадь. Два года назад возвели колесо обозрения высотой 41 метр и открыли спортивную школу по вейкбордингу. Принято решение уже на следующий год начать капитальный ремонт. Сейчас к концу августа будет уже утвержден проект благоустройства Наташинского парка. И в следующем году приступим уже к выполнению этого проекта. Он согласован будет, конечно, с жителями, активными гражданами. Затем Игорь Брынцалов вместе с секретарем местного отделения партии в Люберцах Владимиром Ружицким посетил общественную приемную «Единой России». Тут ведутся приемы жителей и обсуждаются наказы избирателей. Помогает депутатам и молодая гвардия. Председатель Мособлдумы узнал о тематике обращений и планах работы. В прошлом году собрано более 5800 наказов. Понятно, что их все за один год даже невозможно решить. Но большая часть уже более 3000 наказов решены. На это выделены деньги из областного муниципального бюджета. Программа будет продолжена и в следующем году. И мы ее контролируем на всех уровнях. Включаем вопросы, которые требуют большого софинансирования за стороны региона. Это государственные программы регионального уровня. То, что можно решить на муниципальном уровне, включается в муниципальном уровне. Это так называемые малые дела, благоустройство дворовых территорий, решение вопросов транспортной доступности, ремонта дорог. Также недавно в общественной приемной обновили интерьер. Появилась удобная мебель. Расположена приемная в центре города, на улице Кирова. Такое расположение тоже выбрано для удобства жителей. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ.